Ну что ж, друзья мои, добрый день. Спасибо Александру. Продолжаем бизнес-канал на Финам-ФМ. Сейчас время сухого остатка. Зовут меня Олег Дмитриев. Действительно, сегодня занимательная, мне кажется, такая тема. Занятная, интересная, важная, актуальная. Ну и дальше. Со всеми остановками. Мы поговорим о том, стоит ли брать кредит в кризис именно. Почему-то вот так захотелось нам порассуждать. Я, может быть, даже подумал бы о том, не поставить ли вопрос более радикально. Стоит ли вообще брать кредит. Кому, сколько, когда, в какой валюте, как Саша правильно сказал. В общем, на эту тему сегодня мы с вами и беседуем. Я прежде всего представляю, с удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. В студии сухого остатка Борис Рубцов. Доктор экономических наук, профессор. Заведующий кафедрой финансовой рынки и финансовый инжиниринг финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ведущий научный сотрудник Института мировой экономии и международных отношений. Российской Академии Наук. Добрый день, Борис. Добрый день. Спасибо, что нашли время. Ну и вы, как сейчас прозвучала масса регалий, как человек профессиональный, я надеюсь, нам дадите сейчас рекомендации по поводу этих самых заимствований. Прежде чем мы начнем беседу, еще одно приготовление небольшое. Уважаемые слушатели, я сейчас к вам обращаюсь. Призываю вас, собственно, да, как всегда, принять участие в нашей беседе. Для этого у вас есть несколько возможностей. Либо позвонить нам по телефону 6510996, код города 495, либо написать нам на сайте, адрес которого финам.фм. И вопрос вам традиционно в начале эфира. Пользуетесь ли вы услугами каких-то кредитных организаций? Зачем, когда и результаты? Результаты, ну, конечно, печальные результаты, да? Ежели таковые были, собственно, на них обычно мы акцентируем внимание. Хорошо, давайте начнем. Итак, Борис. Борис, вообще кредит, это хорошо или плохо? Ну, это объективная реальность, я бы сказал. В рыночной экономике... Давайте так, объективная реальность или объективная необходимость? Объективная необходимость. Вы же жили в советские времена, никаких кредитов не знали, и слава богу. Потому что в советские времена, в общем-то, рынка не было. Распределительная система в условиях рыночной экономики, в общем-то, неизбежный. И кредит, это необходимость. Здесь в любом случае образуются излишки денежных средств у так называемых сберегателей, потребность возникает. То есть они должны работать, да, как традиционно? Да, в общем, здесь это абсолютно объективный процесс, и чем развите экономика, тем, в общем-то, больше эти потоки кредитные. Другое дело то, что, как мы понимаем, все это показал последний кризис, и этот механизм дает сбои, потому что слишком активные, интенсивные эти кредитные потоки могут привести к печальным последствиям. И, собственно, наша тема касается сегодняшней беседы именно этих вопросов. В частности, последний кризис многие связывают именно с чрезмерным кредитованием населения в целом ряде развитых стран, в США и ряде европейских особенно. То есть сейчас вы говорите, видимо, о кризисе ипотеки, ипотечного рынка с 7-го года, да, в Штатах? Прежде всего, конечно, речь идет о ипотеке, потому что процентов 70 всей задолженности по кредитам домашних хозяйств, если брать США, это была ипотечная задолженность. Совершенно однозначно целый ряд весьма титулованных экономистов американских, включая того же Кругмана, они оценивают именно чрезмерное избыточное кредитование как главной причиной кризиса. Ну, опять-таки, чрезмерное, говорите вы, оно каким образом оценивается? Оценивается, да. Есть объективные, на самом деле, показатели. Можно даже сравнить то, что имеем мы и как обстоит дело на развитых рынках. Два важнейших показателя, наиболее широко используемых, это отношение общей задолженности населения или домашних хозяйств к ВВП или к располагаемым доходам. Если мы возьмем тот же показатель, первый, наиболее доступный отношение задолженности по кредитам к ВВП, по США накануне кризиса в 2007 году этот показатель составлял где-то 130 примерно процентов, прошу прощения, не-не-не, это уже как располагаемо беру, 94% ВВП, ну почти 100%. Вырос, и вырос за предшествующие 5-6 лет буквально с 60 до вот такой цифры. И это вот оказалась цифра чрезмерная. Если будем брать по отношению к располагаемым доходам, то, естественно, будет цифра еще больше, там где-то вот 130%. Это США. А такие экономики, как вот Ирландия, Исландия, там показывали цифры за 200%, ну и они грохнулись больше всего, кстати говоря. Сейчас, сейчас в процессе выхода из кризиса произошло, произошел так называемый «делеверидж», уменьшение доли кредитных ресурсов в структуре активов как населения, так и хозяйства, бизнесов. И сейчас вот этот показатель, который я называл, был 94, стал где-то порядка 77% у американцев. 77, но все равно это достаточно много. Сравним с нами. У нас сейчас этот показатель равен где-то 15%. То есть, так называется цифра задолженности домохозяйств примерно 10 триллионов рублей. Ну вот и ВВП где-то 67 триллионов рублей. Вот вроде так я посчитал, примерно 15%. Ну то есть у нас еще такая достаточно... Получается, да. Получается цифра, в общем, достаточно скромная по сравнению с Западом. Извините, Валерий, да. Мне кажется, здесь два момента важных. Корректно сравнивать напрямую. Совершенно верно. Развивающуюся экономику и развитую. И второй момент я сразу же озвучу. И тем не менее, уже в прошлом году, уже в прошлом году, да, наш регулятор, наш центральный банк некие действия предпринимает, чтобы ограничить рост потребительского кредитования. То есть, его даже кажется, что и этого многовато. Да. Во-первых, конечно, цифры вот такого рода, как я называл, нельзя напрямую сравнивать. Развитые страны. Америка и Россия. Да, Америка и Россия. Там у Америки государственный долг. Примерно 100% федерального правительства. Даже больше, больше. А у нас 11 или 10. Ну, тем не менее, в общем-то, здесь они прекрасно себя живут. И доллар, доллар пока побывает. Резервная валюта. Резервная валюта, да. В отличие от рубля. Так что здесь, конечно, все другие факторы влияют. Но в нашем случае еще проблема следующая. Как я говорил, у американцев 70% всего долга приходится на ипотечные кредиты. Долгосрочные. Которые выдаются по, ну, относительно низкой процентной ставке. У нас прямо перевернутая ситуация. Ипотечные кредиты, это только 30% всей задолженности. То есть кредиты, которые, в общем-то, в основном и обслуживаются, и там невыплаты, небольшие в нашем случае. То есть менее рисковые, да? Менее рисковые, да. А вот 70% приходится на необеспеченные кредиты, которые, ну, выдаются, ну, без обеспечения, без, ну, неизвестно что. Ну, это кредитные карточки или там, да, кредит на какую-то покупку. Да, и по ним процентные ставки называются цифры до 60%, от 30% до 60%. Это совершенно дикие цифры. Вот, возможно, из-за таких высоких процентов получается любопытная ситуация. Правда, я, честно скажу, не проверял эти данные. Вот у американцев сумма средств, которые американцы тратят на обслуживание своих, своей задолженности, сейчас составляет примерно 10-11%. Сократилась после кризиса, 11% от ВВП, да? Вот в нашей, в печати я встречал высказывание, что у нас цифра примерно такая же. Я не берусь утверждать, что это правда, да, но хотя называется, в общем-то, авторитетный источник, институт Гайдара. Но если, возможно, единственной причиной может быть такой высокой цифры, чтобы у нас при такой разнице общего долга по отношению к ВВП, одинаковый размер выплат по отношению к ВВП, очень высокие проценты. Может быть, но я повторяю здесь, конечно. Я понял. Борис, у нас есть звонок, давайте пообщаемся со слушателем. Дмитрий, спасибо за ожидание, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Алло, здрасте, у меня, значит, вопрос вашему эксперту. Вот у нас в результате обесценивания рубля, значит, цены на продукты, на лекарства, на электронику, одежда, оба, все это пойдет наверх. Вопрос. Существует ли предел покупательской способности у граждан в России? Потянут ли граждане все эти цены высокие? Или, может быть, такая будет ситуация, когда магазины будут контейнерами выбрасывать продукты, потому что, ну, понимаете... Потому что никто не покупает. Да, вот это главное. Предел покупательской способности существует. Какой? Спасибо, спасибо, Дмитрий. Спасибо за вопрос. Ну, откровенно говоря, это нужно считать, какой предел. Так что здесь сказать я не берусь. Но в нынешней ситуации я абсолютно уверен, что, по крайней мере, в интервале ближайшего года-двух не произойдет столь существенного обесценения нашего рубля, которое приведет к столь же существенному повышению цен на импортные товары. Речь идет, может быть, идти только о 5-10%, 15% максимум. В данном случае это, безусловно, здесь нет никакого резона говорить о пределах покупательной способности. Безусловно, он есть, но это нужно считать. И вот что действительно произойдет, если курс опустится ниже 30% от нынешнего уровня? Как это повлияет на цены? Ну, это вопрос не передачи. Ну, понятно. Но гипотетически все-таки мы можем говорить о неком пределе покупательной способности. Безусловно. Ну, предел... Выводы какие могут быть из этого? Предел-то есть предел, но и дальше что? Что дальше? Как это отразится на социальном поведении? Прежде всего причем. Конечно. Хорошо. Борис, значит, дальше продолжаем разговор. Еще раз я хотел бы вернуться к теме. Мы говорим сейчас о возможности кредитоваться. И, насколько я понял, в принципе, кредит – это хорошо, это благо. С точки зрения, я не знаю, экономики в целом, с точки зрения реальной экономики, производства, то есть, в принципе, для того, чтобы развиваться, надо, естественно, увеличивать оборотные средства. Иногда их не хватает, значит, ты кредитуешься, ну и это все во благо. А всегда ли для физического лица кредит – это благо? Это хороший вопрос, но для физического лица... Ну, то есть, вот для чего я беру кредит? Мы, кстати, наверное, не берем ипотеку все же, да, это немножко другая история. Говорим в основном о предприятийском кредитовании. Для чего я беру кредит? Вот мне очень хочется, ну, не знаю, сейчас, наверное, самое модное – купить какой-нибудь телефон или планшет. Это очень хочется, но свободных средств у меня нет. Давай я займу, буду выплачивать, какую-то рекламу сразу вспоминаю. Причем там взрослая женщина говорит, она говорит, мне так лучше, я займу, и потом потихонечку буду выплативать. Это нормально? Ну, с точки зрения потребителя это, конечно, нормально, но вот почему Центральный банк озаботился этой проблемой? Да. Наши некоторые группы потребителей демонстрируют, скажем так, неразумное поведение. Они готовы брать кредит, слишком много кредитов на такие приобретения вещей, не первой необходимости, скажем так. Причем не имея часто реальных доходов, и потом занимаются перекредитованием, получают новый кредит. Чтобы покрыть старый, да? Чтобы покрыть старый. Тем самым создают, в общем-то, увеличивают риски. Это первое. Второе, конечно, наверное, не все граждане наши обладают достаточно финансовой грамотностью. Вот мы вам за эфиром с вами говорили как раз на это, да? Вероятно, да, потому что они не понимают и не соизмеряют, в общем-то, реальные последствия получения такого кредита, потому что, конечно, кредит под 60%. Но здесь надо говорить опять и второй стороне, потому что банк, как финансовая организация, опять-таки сейчас, да, центральный банк настойчиво или настаивает на этом. Но, тем не менее, банк не всегда доводит до своего клиента реальную, да, или фиктивную процентную ставку. Он может, там, предложить ему, да, некую, так сказать, завуалированную. Она не очень высока, и я, как человек, не обладающий достаточной финансовой грамотностью, скажу, да, под этот процент я готов. А оказывается, плюс одно, плюс второе, плюс третье, плюс пятое, плюс десятое, и на круг получается вон что. Если бы я знал, что 60% у меня кредит, я бы его, конечно, никогда не взял. Ну, здесь, к сожалению, только, наверное, один рецепт гражданам, все-таки внимательный. Читайте договор, да? Не яйца, а читать-читать договор, хоть там он будет написан мелкими буквами. Скорее всего, причем, да, вот это ключевая информация будет мелкими буквами. Еще один звонок у нас, давайте пообщаемся. Дмитрий, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, да, у меня, может, скорее реплика, чем вопрос. Вот хотел просто недавно, вот, встреча выпускников у нас была, школа. И, собственно говоря, вот, я, в общем-то, был в ужасе. Почему? Потому что вот люди все, как правило, с высшим образованием, грамотные. То есть бывшие ваши одноклассники? И, понимаете, вот у всех кредиты, я же учился в таком провинциальном городишке в Москве, да, и, собственно говоря, понимаете, я вот просто в шоке. Вот у всех кредиты, а ну, может, не один, у кого-то там мама в какую-то финансовую пирамиду влезла, ей дали 4 сразу кредита, и непонятно, пенсионерка, на каком основании еще в банке кредиты эти дают. Я сам пытался, когда переезжал в Москву, нужно было взять ипотеку, причем у меня приличная там зарплата, серьезная организация, с которой я работаю, да, мне в двух серьезных банках отказали в ипотеке, пришлось бы потребительский кредит, чтобы в квартиру купить себе. Понятно. А вот непонятно, как банки вообще, на каком основании, как они принимают решение о выдаче кредитов. То есть вот мне, например, с хорошей зарплатой, с хорошей приступной, не дали пенсионеру, дали аж 4, без какого-то обеспечения, ну, в общем, какая-то непонятная ситуация. И мне вот вообще, когда вот я пообщал с своими одноклассниками, да, разумными, в общем-то, людьми, которые вынуждены там концы с концами, кстати, беря кредиты, вот я вообще, у меня такое ощущение, что в стране какой-то финансовый коллап готовят. Коллапс, простите. Очень такая непонятная ситуация. Вот то, что хотел сказать. Спасибо, спасибо за звонок, Дмитрий. Ну, коллапса, я надеюсь, не будет, да, но, тем не менее, логика порой действительно, финансовая организация абсолютно непонятна. Борис. Ну, в данном случае, не совсем даже понятно поведение граждан. Честно говоря, вот, любопытная эта была реплика, действительно, потому что она говорит о том, что молодежь, молодежь, прежде всего, кредитуется. Да, люди более зрелого поколения. Ну, давайте так, это может быть понятно, потому что люди более зрелые, они более зрелые, у них закваска другая, они никогда в долг не жили. Они более экономные. Да, и в лучшем случае они, да, там, перехватят до получки, что называется, а так вот в долг жить, да, сознавая. А у молодежи у них несколько безбашенный, может быть, такой настрой. А тем не менее, вот Дмитрий говорит, у меня есть зарплата, да, причем официальная, я говорю, дайте мне денег, меня отказывают по какой-то причине. А пришла бабушка и дарят аж четыре кредита. Ну, вот в этом кредите зато кроется, банки берут за риски, они берут вот те самые 60% на этом кредите. То есть Дмитрию вряд ли бы, да, можно было бы такой кредит навязать. Ипотечный кредит, он все-таки, ну, 11-12% примерно. Я тоже столкнулся с этой ситуацией. У меня знакомая недавно брала ипотечный кредит. Я увидел, насколько это действительно сложно. Взять кредит, да? Сколько нужно подставить документов. То же самое. Ну, совершенно серьезный человек и имеющий постоянный доход. Но это обставлено необычайно сложными условиями. Но, повторяю, 11-12%. И опять-таки мы говорили об ипотеке в Соединенных Штатах Америки, да, где подобные долгосрочные ипотечные кредиты, там, ну, по 2-3% в год, наверное, дают, я так предположу. Сейчас, наверное, чуть побольше все-таки, да. Сейчас, да, после кризиса. Ну, наверное, в пределах пяти, это точно. Да, 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 да. Кстати, тоже проблема, да, наверняка, связана с тем, что у нас очень дорогие ресурсы, ну, вот, с точки зрения кредитования, она, в принципе, может как-то решиться, как вы думаете? Ой, ну, это уже связано все-таки с целым, с функционированием экономики. И будет какое-то более успешное развитие, и, соответственно, и темпы инфляции уменьшатся, и уменьшатся и процентные ставки. Ну, так, то есть, это проблема макроэкономическая, она не лежит на стороне банков. То есть, банк в этом случае тоже, он вынужден, да, брать высокий процент, потому что он, во-первых, и сам, да, ликвидность эту дорогую относительно берет, там, УЦБ. Общие высокие риски нашей экономики, они приводят к таким высоким процентным ставкам. Я понял. Хорошо. Ну, а теперь, опять-таки, да, если мы говорим о пользе или вреде кредита, в принципе, да, в относительно спокойной, может быть, экономических условиях есть возможность кредитоваться. Ну, во-первых, если ты уверен в завтрашнем дне, если ты имеешь, да, относительно там стабильный доход, и который можешь покрывать эту ежемесячную, значит, оплату кредита. А вот пришел кризис. Опять, с точки зрения, вот, я не знаю, там, человеческой, ментальной, да, кризис, работу потерял, не дай бог, или сократили зарплату, да, а жизнь продолжается, нужно вот это, нужно вот это, нужно вот это, и я пошел в банк за кредитом. Это оправдано? Ну, вот, мне кажется, как раз последний звонок тоже подтверждал, что действия, в частности, молодых наших людей, все-таки нерациональные. И оно сформировалось под воздействием и рекламы, и моды, да, вот, как мы в свое время ругали, в социалистические времена, общество потребления, да, говорили, что на Западе, на самом деле, это хорошо. Ну, мы несколько лукавили, наверное, все же, да? Да, мы несколько лукавили, потому что сами, 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 сами хотели, да, сами хотели пожить в этом обществе потребления, но, тем не менее, проблема такая, на самом деле, есть. И ее осознают и люди, которые уже многие десятилетия живут в этом обществе потребления, даже достаточно, и рыночники сами по себе, но, которые призывают все-таки не делать фетиша из материальных благ, а все-таки, ну, скопарно звучит, давайте, давайте, нормально, некоторые, некоторые, духовные ценности, ну, это не высокопарно, это нормально звучит, ну, действительно, общество потребления, общество материальное, прежде всего, да, но, вот, не хватает времени больше ни на что. В нашем случае, конечно, когда, когда близится кризис, конечно, нужно соизмерять свои возможности со своими доходами. Борис, Борис, подождите, а в наше время близится кризис, вы считаете? Нет, вопрос вообще как таковой, как кризис, как кризис. Я, честно говоря, не вижу, честно говоря, приближения серьезного кризиса у нас в данное время, да. Стагнация есть, но кризиса я не вижу. Понятно, это хорошо, это уже хорошо, тем более, что мы все-таки, смотрите, с точки зрения простого россиянина-обывателя, да, мы смотрим, ну, периодически слушаем, там, что-то говорят нам президент, премьер, глава Центробанка, какие-то официальные лица, они так все время какие-то неприятные вещи говорят, экономика замедляется, да, ВВП по итогам 13-го года там еще меньше будет у нас. На 14-й год тоже перспектив не особенно, рубль дышевеет, боже мой, вот, такое ощущение предкризисное все-таки какие-то, знаешь, так... Ну, вот я говорю, понимаете, кризис слишком, слишком широкий, да, ну, кризис это резкий, сильный, сильный обвал, сильный рост безработицы. Сразу же, да? Вот, да, все-таки здесь у нас пока этого мы не видим. Ну, и стагнация, стагнация, она больше, больше характеризует ситуацию. Если говорить все-таки о терминологии, вот, стагнация с точки зрения научной, да, это что? Это вялотекущий процесс, когда роста нет или он минимален. Ну, всегда развитие лучше, чем стагнация. Хотя она тоже бывает разная, эта стагнация. Вот, в Японии тоже была стагнация все 90-е годы. Совершенно верно, да. Десятилетие стагнации. Называлось, да, потеря на десятилетие. Потеря на десятилетие, совершенно верно. Ну, вот, потому что они, действительно, там, минимальные темпы роста, или, ну, фактически на нуля. Но развитие, тем не менее, Япония имела место. И технологические, они увеличивали, там, расходы на неокр, новые роботы появлялись, и, там, биотехнологии, и так далее. Вот, так что стагнация тоже понятие относительное. При стагнации может быть тоже развитие, и, в общем-то, вполне... Кстати, вот, пример с Японией мне очень понравился, он показательный. Это результат все же некой ментальной особенности, да, японцев. Что именно? То, что они при отсутствии, ну, вау, да, роста ВВП, тем не менее, развивались. Безусловно, безусловно. И трудовая этика определенная, да. И культура, культура производства, и культура быта совсем иные, и стремление от получения знаний, что вообще характерно для всех азиатских этих стран, образования всячески. И тоже бывает перебор, когда мы знаем, что в Японии там масса детей качает жизнь самоубийством, из-за того, что отметку получили плохую. Но это уже крайности, но, в принципе, все это выливается вот в развитие. Стагнация есть, но развитие при этом существует. У нас, к сожалению, вот стагнация есть, а развитие-то тоже маловато. Маловато развитие. Ну, и потом опять мы всегда говорим, а за счет чего, да, если посмотреть по сторонам, за счет чего может быть, может развиваться экономика России? Нефть? Ну, давайте, к сожалению, да. Высокие цены на нефть сейчас, а развития, тем не менее, нет. Это исчерпало себя уже. Ну, потому что они стабилизировались. Они, да, на одном месте. Если бы они росли, да, прирастали, то бы... Ну, смотри, если слушать... Был бы рост, но развития бы не было. Тоже нехорошо, да? Роста нет, развития нет, развития нет. Кстати, если верить предсказательным, так называемым, да, там, любителям делать прогнозы, всяким разного рода аналитикам, вряд ли в ближайшие несколько лет цены на нефть будут расти, а может быть даже и наоборот. Вот если верить этому, то что жрет Россию тогда, Борис? Ну, вот, скорее всего, что они расти-то не будут, но я так не вижу, с другой стороны, и серьезных причин для того, чтобы они сильно упали. Мне кажется, вот они на таком примерно уровне, на уровне стата будут. Ну, и даже если это так, это не дает уже, да, никакого повода для развития. То есть нам что нужно делать? Нам надо куда-то переориентироваться, на ваш взгляд? Ну, то, что надо переориентироваться, это всем вроде понятно, и нашему руководству тоже понятно, и вчера надо было. Ну, вопрос, то, что нужно для этого сделать. А вот должен быть какой-то импульс. Откуда его взять, да? Когда, в общем, поток новостей, опять же, связанный с некоторой деятельностью наших политической структурой, не внушает оптимизма для пресловутого креативного класса, который... Что не там инициатива, то она вроде как... Не приветствуется. Ну, она в депрессию гоняет, я бы сказал так. Хорошо. Борис, спасибо. Мы сейчас прервемся с вами, послушаем рекламу пару минут, и потом продолжим эфир. Ну, что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня говорим на тему кредит в кризис, брать или не брать. У меня в гостях Борис Рубцов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансовой рынки и финансовый инженерик финансового университета при провинции Российской Федерации. Борис также ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору. Для этого есть телефон студии 6510996, код города 495, и сайт компании финам.фм. Звоните, делитесь собственным опытом, да, вот, с точки зрения взаимоотношений с финансовыми организациями. Ну, и на ваш взгляд, вообще, хорошо это кредит, плохо это кредит, нужен он, когда нужен. Кстати, вот об этом я хотел бы сейчас и поговорить с Борисом. Мы сегодня термин этот употребили с вами уже, и мне кажется, это очень актуальная вещь, ну, такая банальная, пресловутая, как говорят, финансовая грамотность. Вот у нас, по мнению многих, и я с этим мнением тоже соглашусь, все-таки, в большинстве случаев отсутствует финансовая грамотность у населения, у обычного россиянина. Он мало информирован в том, что, в принципе, может происходить, да, за пределами, там, его квартиры, комнаты, а уж тем более, если он оперирует, там, какими-то финансовыми ресурсами, что называется. Вот, с этой точки зрения, Борис, на что, на ваш взгляд, прежде всего надо обратить внимание гражданину Российской Федерации, ну, обычному человеку? — Ну, просто немножко в сторону я отойду по поводу финансовой грамотности, любопытно. Дело в том, что эта проблема финансовой грамотности, она стоит не только перед нами, но и перед всеми, на самом деле. Дело в том, что пришла мода на вот это развитие финансовой грамотности в России, пришла к нам из-за рубежа, несмотря, казалось бы, на десятилетия развития финансовых рынков в развитых странах. Тем не менее, они тоже озабочены недостаточной финансовой грамотностью. — Собственные уже, да? — Собственные, да. И, собственно, там как раз и были разработаны первые документы по развитию финансовой грамотности лет 10 назад. Началась кампания, которая обязывает и центральные банки, и регуляторы финансовые обязательно странички создавать по финансовой грамотности. И это было сделано очень здорово, кстати говоря. Пока существенно больше у них, например, информации такого рода, чем на наших сайтах, я смотрю. По линии Организации экономического сотрудничества и развития были приняты документы специальные по развитию финансовой грамотности. По линии Международного валютного фонда и так далее. Мирового банка. И вот, собственно, возможно... Конечно, у нас объективная потребность такая есть сама по себе, но вообще-то вот эта компания пришла из-за рубежа. Ну, причем у нас, как обычно бывает, именно компания... От слова компанейщина, да, неприятная? Неприятная. Иногда, может быть, даже чрезмерно, потому что есть идеи вводить специальные дисциплины, прям чуть ли не из первых классов. С моей точки зрения, это может быть излишне, когда говорить об этом нужно, но такая информация должна, наверное, включаться в какую-то тоже математику. Считает там проценты. Ну, пускай считает проценты человек. У нас это приобретает некоторые странные формы. Вот. Но, в принципе, поскольку проблема очень широкая, и она должна решаться, как вот предусмотрено, скажем, разными международными документами, всеми, повторяю... Комплексно, да? Комплексно, комплексно, да. И соответствующие материалы, написанные доступным языком, как там, как англичан пишут, plain English, должны быть на сайтах не только регуляторов, но и тех же банков, которые социально ответственны, там, тоже в нашей бирже и так далее. Ну, в принципе, что-то делается. Если же говорить конкретно о кредитах, о кредитах, которые получают... И связанной с ними финансовой грамотностью. И связанной с ними финансовой грамотностью. Но здесь, откровенно говоря, вот взрослого человека уже, конечно, так вот уже не научишь. Нужно просто обращать его внимание, чтобы он действительно внимательнее относился к документам, которые читает. Поскольку действительно кредитный договор, особенно касается кредитных договоров, если ипотечник, там, длиннющий совершенно. Ну, даже и такие, там, масса всего прописано, что нужно обязательно смотреть. Потому что номинальная та же ставка, которая прописана в договоре, реально существенно больше, если вы почитаете условия и в каких случаях эта ставка действует. И какие тут могут быть комиссионные и штрафные санкции за просрочку и так далее, и так далее. Ну, а в принципе, вот человеку неискушенному, да, финансово малограмотному, вообще, в принципе, можно в этом разобраться? Потому что там есть специфическая терминология, там так это все напишут, что не разберешься. Может быть, специалиста какого-то приглашать с собой? Юриста? Едва ли для совершения покупки, там, несколько десятков, там, 10-20 тысяч рублей. И привел с собой юриста, да, финансиста, еще какого-нибудь специалиста. Ну, здесь просто, наверное, не лениться. Не лениться. У нас, у многих, кстати говоря, именно такое есть отношение. Свои свойства, да. Ну, ладно. А что там, 20 тысяч, ладно. В результате, да, отдал в три раза больше. Давайте пообщаемся со слушателями, у нас есть звонки. Итак, первый из них, Магомед. Магомед, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, я бы хотел рассказать свою историю в общении с этими кредитными организациями. У меня, можно сказать, чуть-чуть не заставили взять продукт, там, в кредит, несмотря на то, что у меня были наличные, там, под видом различных бонусов. И, грубо говоря, за все это время у меня работа, связанная с командировками, так получилось, что я оплатил сразу, там, за несколько месяцев перед. Здорово. Вот, ну, начались непонятные звонки, они начали терять некоторые из платежей, приходилось бегать, восстанавливать, и в конечном итоге, там, непонятно, тем образом, у меня образовалась задолженность в размере 500 рублей. Они начали названивать домой, и говорили, что у меня там задолженность не 500 тысяч. Нормально. Всех, 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 кто оказывается на той стороне трубки. Понятно. Ну, большинство организаций, которые у нас занимаются кредитами, это, откровенно, полумошенническая организация у нас, к сожалению, получает. Кредитные грамотности, получается, в первую очередь надо обучать тех, кто занимается этой системой, а не тех, кто их получает. И, как бы, не просто учить, а учить, скажем так, под дулом уголовного кодекса. Спасибо. Ну, и вы сами-то берете кредиты, ну, за исключением вот этого неприятного случая? Чур меня, чур, не дадут. Нет, это действительно... Спасибо, Магомед, спасибо за звонок. Магомед обозначил действительно существующую проблему. Наши кредитные организации, в том числе даже банки вполне... Солидные. Солидные, да. Да, они проводят такую агрессивную политику навязывания кредитов. Ну, с крупными разобраться можно, а с мелкими, ну, нужно тоже отдавать себе отчет, что здесь... Всякое может быть. Всякое может быть, да. Вероятно, здесь как раз должна быть какая-то более активная, внятная позиция государства, регулятора тоже. Антимонопольного нашего ведомства. Ну, то, что сейчас вот, кстати, регулятор тот самый, да, некую планку устанавливает по ставке. Это нормально? Да, вот это, да, как раз нацелено на то, чтобы... Шаги в нужном направлении. Те наиболее агрессивные кредиторы, чтобы они свои аппетиты как-то умерили. Да, уменьшили, да, немножко успокоили. Таким-таким путем. Согласен. Еще один звонок, давайте пообщаемся. Александр, добрый день, в эфире говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Добрый. Вы знаете, вот по поводу, как бы, обязательного ликбеза для тех, кто берет кредиты. Я где-то в начале 2000-х годов слушал одного из банкиров, ну, и человек инвестициями занимался. Он сформулировал очень четкую фразу. Когда вы берете кредит, вы должны знать, как вы будете его отдавать. Это вот основополагающий принцип, которому вот реально я и раньше как-то интуитивно следовал. А вот человек произнес, это не нужно какую-то большую программу. Любой человек, берущий кредит, он должен знать, когда, в какие сроки и в каких суммах он будет отдавать. Есть у него такая возможность? Берите. Не нравится? Не берете. Особой даже программы не надо. Просто вот с детства вбить эту осторожность в голову. Понятно. Ну, смотрите, это опять... Продолжайте, да, да. Да, и у меня еще вот вопрос. Вот вы очень интересную тему подняли о том, что развивающаяся экономика, не развивающаяся. А почему нельзя, вот так, как немцы делают, просто порядок навести в экономике? Не обязательно иметь какое-то развитие, но по Марксу, например, у нас есть прибавочная стоимость, значит, мы можем получать какую-то и дельту, и прибыль какую-то получать. И, в общем-то, экономика может существовать. Не обязательно показывать 30% роста, и на этом обеспечивать себе там какие-то премии и стимуляцию роста. Александр, уточните, пожалуйста, пример у вас почему-то с Германией, как в Германии. Вот в Германии порядок навели в экономике. Вы это имели в виду? А как там... Ну, я не то, что я просто так издалека наблюдаю за ними. Они постарались почистить вот всякие скандальные вещи, не занимаются спекуляцией валютой там. Вот эти вот колебания курсов. Люди делом занимаются. Выпускают машины, выпускают технику, которая всем нужна. Неплохие машины причем, да? Неплохие машины. Да, и нормально на этом существует. Германия сейчас локомотив всей Европы. Согласен. Спасибо, Александр, за звонок. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну, по поводу порядка в экономике. Вот мне очень понравилась эта фраза. Ну, это вот касается того, что мы и говорили. Вопросы решения структурных проблем, да. Которых очень много. Взаимовязанных с политическими проблемами, на самом деле. Политического устройства и развития. Ну, корректно здесь пример Александр привел в Германии. Порядок в экономике. Ну, дело в том, что, вообще, честно говоря, порядок в Германии был и раньше. И разный порядок. Да, да. Разный порядок. Вообще, да, немцы, они порядочные с этой точки зрения, да? У них все время порядок. В общем-то, да. Опять на уровне ментальном, наверное, да? В значительной мере, да. Да, да. Ну, а фраза, то, о чем Александр говорил, с точки зрения финансовой грамотности, да? То есть, у кого-то он услышал, да? Он правильно сказал. Вбить нужно с детства. С детства. То есть, если ты занимаешь, даже, может быть, и не в разговоре, там, с отношениями с банком, а просто, если ты где-то что-то занимаешься, должен понимать, как ты это будешь отдавать. Ну, вот, это, наверное, нужно как раз в школе. Вот это акцентировать внимание. Ну, про Германию упомянули. Как раз, опять же, вот в Германии с детства в большинстве немцев сидит вот это вот чувство меры. Что не надо. Не надо, да. Не надо слишком сильно влезать. И у них нет такого закредитованности такой у немцев, как, скажем, у тех американцев. Ну, собственно, вот. Понятно, понятно. Все-таки ментальные какие-то особенности, видимо, нашего организма заставляют нам бездомно. Понимаете, вот ментальные-то да, но когда наш человек оказывается в той же Германии, то он прекрасно себя чувствует и ведет себя так же, как и немцы, с точки зрения организации и отношения к труду. Да, хоть пример для нас бывает важным. Борис, огромное спасибо. Я, времени мало, я хочу поздравить с 95-летним финансовым университетом, который вы будете праздновать 1 марта. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо за участие. Всего хорошего. Вам, уважаемые слушатели. До свидания.